События при Ангаре, Забайкале, Монголии и Китае в этот час в международной программе «Середина земли». В студии Арина Власова. Здравствуйте! Сегодня в центре внимания. В Иркутске открылся многофункциональный детский сад. Какому району города повезло? Невеста на прокат в Чите собирают полные зрительские залы. В Монголии будет построена железная дорога Таван-Талгой-Гашун-Сухай. Впервые Оскар за вклад в киноискусство получил китайский актер. Первых воспитанников принял новый иркутский многофункциональный детский сад номер 74 в микрорайоне «Союз». В дошкольном учреждении 11 групп, в том числе и ясельных. Всего детский сад рассчитан на 350 детей. На открытие побывала наша съемочная группа. Играют все. От сибирских наигрышей до рок-н-ролла. Подготовка к юбилейному концерту началась за год до круглой даты. Сколько за это время было сломано ложек и натерто мозоли на пальцах, про то публика никогда не узнает. Да ей и не надо. Когда они пришли, даже ложки держать не умели, приходилось показывать на пальцах. То есть показывали, учились. По поводу передвижений у нас все оттачивается, стоять подсчет. Так они, не зря все и люди. Даже мелкие шаги, какие-то переходы лево-право. То есть это все на уровне автоматики подсчет. Разгуляй известен далеко за пределами Ангарска. Коллектив участвовал в городских и областных творческих фестивалях. Сегодня лошкарей поздравляют на сцене Дворца ветеранов Победы. Эти люди во всех смыслах не опускают рук. Качество уже само по себе достойное уважения. Мы реабилитируемся, адаптируемся к чему-нибудь, чтобы быть нужным, полезным не только самому для себя, но и в организации. Когда я начала ходить в ансамбль, то я стала себя чувствовать нужной в том, что принимаю участие, своеобразная ответственность в том, что репетиции нужно посещать. В ближайших творческих планах разгуляевцев гастрольный тур по городам Иркутской области. Не опустили рук ансамблю лошкарей ангарского отделения Всероссийского общества слепых, исполнилось 5 лет. В свой день рождения коллектив отметил выступлением на сцене Дворца спорта ветеранов с говорящим названием Победа. О людях, которые не сдаются, а поэтому побеждают, наш следующий сюжет. Полутора годовалая Алиса Тверских первый день в детском саду. Пока только осваивается, а вот ее сестра трехлетняя Марта чувствует себя вполне раскованно. Она уже раньше в детсад ходила, только далеко от дома. Теперь же в микрорайоне «Союз» появилось свое собственное дошкольное учреждение. Никуда не нужно ездить, что особенно приятно с наступлением зимних холодов. Впечатления хорошие. Есть мелкие недочеты, но это все устранимо. Она ходила в 220-й садик, потом мы перевелись в 110-й садик, а теперь мы в садике «Союз». А неудобно было право раньше ходить? Было далековато. Центр города, 5-я армия. В новом детском саду 11 групп, в том числе группа раннего развития. Это значит, что сюда принимают детей в возрасте от полутора лет. В двухэтажном здании расположился физкультурный зал, где есть необходимый инвентарь, например, беговые дорожки. А еще бассейн. Для развития творческих способностей – музыкальный класс. Но вначале официальная торжественная церемония. Ножницы в руках у председателя комитета по социальной политике и культуре, заведующей детским садом и будущей воспитанницы. Перерезают в три руки. Но все, страна может прирастать Сибирью. Иркутяне из семьи рожают четвертых и пятых детей. То есть уже нет практически ограничений в количестве детей и семьи. Наши иркутские славятся уже теперь на всю страну многодетностью. По рождаемости мы входим в десятку самых рожающих городов. Поэтому я сегодня все это с вами хочу поставить сегодняшним днем. Хорошая традиция в городе. Сначала мы построили новый родильный дом. Теперь мы строим и садики. Конечно необходимость была. Более тысячи семей ждали с нетерпением открытия данного детского сада. В новостройках в основном были заселены молодые люди, у которых по двое, даже по трое детей. Поэтому это было долгожданное открытие. Проектная мощность рассчитана на 220 детей, но мы принимать готовы уже 350 детей. На строительство дошкольного учреждения из городского бюджета было выделено почти 200 миллионов рублей. А логическим продолжением цепочки роддом-детсад теперь должна стать школа. Анастасия Цыганкова, Александр Барановский, Середина земли, Иркутская область. Это были новости Иркутской области. Прямо сейчас эфир Середины земли продолжит Забайкальский край. Чита, здравствуйте. СМИ пишут, что у вас пять лет назад случился почтовый казус. Горожанин отправил письмо в Москву, но ответа так и не получил. Юлия, каков итог? Адресат нашелся? Арина, здравствуйте. Сотрудники Почты России вернули жителю Читы письмо, отправленное в Москву в феврале 2011 года. Пять лет потребовалось, чтобы выяснить, что адресат выбыл с указанного места жительства. Отмечается, что это не первый случай, когда письма доходят с опозданием. И к другим новостям. В профильных комитетах Законодательного собрания края состоялось предварительное согласование кандидатов на должности членов правительства Забайкальского края. Подробности в нашем сюжете. Шесть кандидатов на должности заместителей председателя правительства края посетили шесть профильных комитетов Законодательного собрания, где поделились собственным видением развития региона и ответили на вопросы депутатов. Задача вообще какая стоит? По сути дела, что сказал нам правительство? Русский федерации сказал, заработайте денег сами, если сможете, на наше обращение. Вот ровно этим будем заниматься. Задача, в принципе, выйти на бездотационный уровень, чтобы регион стал самодостаточным. Добиться этого, по мнению Александра Кулакова, возможно посредством развития горнорудной промышленности, энергетики, укрепления отношений с соседним Китаем. Дмитрий Кочергин подчеркнул, что необходимо более системно выстроить работу с муниципалитетами, чтобы приоритеты глав районов и поселений совпадали с приоритетами региональной власти. А именно на первом месте в непростой экономической ситуации должны стоять заработная плата, социальные обязательства и коммунальные платежи. Внутренняя политика – это не только проведение форумов, это взаимодействие с общественными организациями, с политическими партиями, просто с гражданами. Это оценка социального самочувствия населения и так далее. То есть это огромный пласт работы, который так или иначе влияет на формирование политических губернаторов. А Игма Ванчикова курирует в целом социальные вопросы. Жизнеспособность всей этой сферы требует финансовых затрат. Несмотря на экономически стесненные условия, в этом году было открыто 8 детских садов, 2 ФАПа. Ресурс для развития кандидат в вице-премьеры видит привлечение, например, некоммерческих организаций. Намерены подойти, наверное, к вопросу реализации предоставления государственных услуг через развитие институтов гражданского общества, через содействие общества и государства. При их только взаимодействии мы можем получить какой-то ресурс, наверное. Я имею в виду предоставление тех государственных услуг, которые гарантированы государством. Также процедуру предварительного согласования на должности заместителей председателя правительства края сегодня прошли Батода Ржиев, руководитель администрации Агинского Бурятского округа, Марина Кириллова, министр финансов, и Сергей Новиченко, руководитель Минэкономразвития края. Окончательное утверждение всех претендентов состоится 16 ноября на пленарном заседании краевого парламента. Вице-премьеры будут считаться назначенными, если за каждого из кандидатов проголосуют большинство от числа избранных депутатов. Дера Садулина, Дмитрий Пенигин, Середина земли, Забайкальский край. Антрепризный спектакль «Невеста на прокат» собрал полный зал в Краевом драматическом театре. Каждый приезд Александра Михайлова в Забайкалье – это всегда ожидаемое культурное событие. Все до единого, билеты были раскуплены задолго. Спектакль с участием любимого актера, нашего земляка Александра Михайлова, анонсировался почти за два месяца. Завязка драматического действия интригует. Молодой холостяк нанимает девушку из экскортного бюро, чтобы представить ее как невесту, своему отцу, которого давно не видел. В роли отца, разумеется, Александр Михайлов. Его появление на сцене ожидаемо вызывает аплодисменты. Это четвертая режиссерская театральная постановка известной актрисы Татьяны Догилевой. И с самого начала роль супруги персонажа Александра Михайлова на сцене воплощала Елена Проклова. Однако в Читу она приехать не смогла. Об этом накануне актер рассказал в интервью нашей коллеге Ларисе Комиссаровой. Должна Лена Проклова. Ну, там у нее какие-то проблемы. Она улетела домой в Эмират. Я не знаю, почему звонит оттуда. Привет, привет. Вот я вот так. Я в шоке сам. Я думаю, она полетит. Ну, приехала другая актриса. Прочнее только один раз. Один раз работали. Елену Проклову заменила Ольга Хохлова, которую широкий круг зрителей знает, к примеру, по фильмам «Кадетство» и «Папины дочки». В постановке также задействованы актеры Юлия Такшина, Вячеслав Тушев и Мария Добржинская. Сколько ты мне отобрал? Сколько ты мне? Десянку спела. Спела. Я испил, починил. Починила. Дорожная трупа. Не я, но убила почти. Знаете что? Я хочу сказать, что для вас я сделаю вот все, что вы не скажете. Вы прямо сейчас скажете, я прямо все сделаю. Сразу прям. Давайте. Погови мне внука. Обсудим. В ходе двухчасового действия на сцене разворачивается история, понятная зрителю и притягивающая внимание. Проблемы отцов и детей, одиночество, любовь и ненависть заключены в контекст ироничной комедии. Непопулярные такие решения, очень простые, тем не менее житейские. Они вот хорошо ложатся на язык, хорошо ложатся на душу. Ты очень, так сказать, отдыхаешь и расслабляешься. Но это, наверное, главное. Улан-Удэ станет следующим городом, в котором покажут этот спектакль. В гастрольном туре московских актеров еще иркутский братск. Но забайкальские зрители всегда есть и будут, по словам Александра Михайлова, для него в безусловном приоритете. Екатерина Станиславская, Яна Иршова, Анатолий Тюльнев, Середина земли, Забайкальский край. Это были одни из самых заметных событий нашего региона. Программа «Середина земли» продолжается. На связь с нами выходят коллеги из Монголии. Здравствуйте, чем сегодня поделитесь вы? Спасибо, коллеги. Приветствуем зрителей программы в Бурятии. В эти минуты расскажем о событиях в Монголии. Все дел Хама и мы начинаем. 25 ноября в государственной резиденции Монголии соберутся иностранные инвесторы для участия в консультативной встрече за круглым столом на тему «Почему инвесторы должны обратить внимание на Монголию?» Организаторы Монгольского правительства, Министерства горнорудной отрасли и тяжелой промышленности, Управление полезных ископаемых и нефти. Во встрече примут участие более 40 представителей из правительства страны, международных банков и финансовых организаций, крупнейших горнорудных компаний, а также лидеры бизнес-кругов. Со снижением цен на минеральные сирио за последние годы замедлился рост экономики Монголии, а инвестиции находятся в застойном состоянии. В ходе этой встречи участники смогут обсудить дальнейшие перспективы экономики Монголии, возможностях и путях решений по преодолению возникших трудностей и другие вопросы. Новая железная магистраль как возможность выхода из экономического кризиса. В ближайшие два года монгольское правительство планирует проложить железную дорогу по направлению от Таван-Толтга до Кашусухад. По решению этого вопроса прошло очередное собрание. Подробно расскажет мой коллега Батаргель. Дорога по направлению Таван-Толтга до Кашусухад очень узкая. За один день по ней проезжает около тысячи автотранспортных средств. Порой очередь из машин доходит до 30 километров. По словам жителей Аймака, если от Таван-Толтга до Кашусухад будет проложена железная дорога, то нагрузка на автомагистраль значительно снизится, а также сократится число автомобильных аварий. Во-первых, с повышения спроса на уголь возникают вопросы с его транспортировкой. По какой дороге достал топливо в нужный пункт? Во-вторых, существует проблема с пропускной способностью. Эти вопросы надо урегулировать в ближайшее время. Единственная возможность преодолеть такие препятствия – построить железную дорогу. Этот вопрос на уровне правительства обсуждался несколько лет, но в итоге ни к чему не пришли. По словам министра развития дорог и транспорта, строительство новой железнодорожной магистрали затянулось из-за недоговоренности с китайской стороной. Монголия необходима от них получить соответствующее разрешение. Далее решать вопрос финансирования данного проекта. В ближайшее время мы хотим сделать повторные попытки связаться с китайской стороной. Если мы быстро определим связные пункты, то работы по строительству железнодорожного полотна ускорятся. Примерный срок исполнения – два года. Официальные лица Монголии не раз утверждали, что если на должном уровне развивать инфраструктуру страны, то тогда и ее экономика будет развиваться. Строительство новой железнодороги по направлению Таван-Талгой-Гашун-Сухайт станет отличной возможностью выхода из экономического кризиса. Бат Аргил, Бат Болт, Середина Земли, Монголия Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Далее к международному выпуску программы «Середина Земли» присоединяются наши коллеги с Китая. Дадзе Хао, о каких событиях вы расскажете? Дадзе Хао! Здравствуйте! Конечно, о самых заметных и интересных событиях, связанных с Китаем. В студии Руслан Гасанова. Подготовка качественных кадров для программы сделана в Китае 2025. Это главный вопрос повестки Азиатского форума по образованию в Чинду. Приоритетными направлениями программы, напомню, считаются инновации, развитие собственных брендов и экологически чистых производств, реструктуризация экономики. Реализовывать проекты будут выпускники вузов, где наряду с теорией было много практических занятий. Обсудить необходимость реорганизации среднего профессионального образования в Китае съехали специалисты из 30 стран и регионов Азии. Их мнение выслушал наш корреспондент. Этот профессиональный колледж – один из крупнейших в Чинду. 19 факультетов обучают самым необходимым для развития промышленности страны профессиям более 20 тысяч студентов. За годы работы учебное заведение наладило тесные контакты со многими компаниями, которые ориентированы на рынок и заинтересованы в образованных кадрах. Мы подписали много соглашений о сотрудничестве с разными компаниями, но лишь некоторые из них готовы предоставить студентам возможность стажировки на производстве. Существует еще много сложностей в эффективном участии компаний в профессиональном образовании. Связь профессионально-технического образования с экономикой обсуждали на этой неделе специалисты, которые приехали на азиатский форум по образованию в Чинду. Как модернизировать систему? Как удовлетворить растущие потребности экономики в грамотных кадрах, обучение которых будет неразрывно связано с производством? Образовательная система должна быстро реагировать, ориентируясь на состояние соответствующего сектора рынка рабочей силы. Ведь там покупается не рабочий как таковой, а его квалификация. Многие профессионально-технические заведения Гитая просто скопировали программу высшего образования. Основы педагогики, а также некоторые курсы являются совершенно идентичными. Это главная причина, почему профессиональное образование до сих пор одорвано от конкретных знаний и навыков, необходимых для работы на производствах. Необходимо соединение учебного и производственного процессов введения учебно-производственные. Эксперты сошлись во мнении, что хороший пример для подражания подает Германия, где успешно применяется модель так называемого двойного образования. Она сочетает в себе классические теоретические уроки и практику. Это эмпирическое обучение, то есть процесс получения навыков и знаний через практический опыт и поможет преодолеть разрыв между школой и реальной жизнью. Одна из ключевых характеристик любой системы профессионального образования – востребованность выпускников на ринге труда. Чем больше получено навыков, тем выше занятости и успешнее карьера. Это означает, что должны быть очень тесны отношения учебных заведений с бизнесом и промышленной сферой, причем на всех уровнях. И чем больше эффективную систему вы создадите, тем больше людей захотят ей воспользоваться. Я думаю, что для создания эффективной системы профессионального образования в Китае необходимо разработать закон, требующий участия компаний в образовательной деятельности. Это и будет то, что называется системой двойного образования в Германии. Мы должны перенять этот опыт. Если школы будут решать проблему в одиночку, то процесс может очень затянуться. В настоящее время 20 тысяч профтехучилищ по всей стране готовят около 40 миллионов молодых специалистов, которые могут в значительной степени способствовать росту экономической мощи Китая. Процесс пойдет быстрее, если одним из главных приоритетов станет качественная подготовка специалистов. Ведь в рыночной экономике образование – это предмет купли-продажи. Татьяна Климова, Си-Си-Ти-Ви. Китайский актер Джеки Чан получил почетный Оскар за выдающийся вклад в кинематограф. Он стал первым китайцем, удостойным этой чести. На церемонии вручения почетной премии Американской киноакадемии он заявил, что несмотря на продолжительную карьеру в кинематографе, он не рассчитывал получить эту престижную награду. За 50-летнюю кинокарьеру 62-летний Джеки Чан снялся более чем в 200 фильмах. Он не только актер, но и режиссер, продюсер, сценарист и певец. Актер известен своим акробатическим боевым стилем и комедийным даром. По данным журнала Forbes, Чан занимает второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых актеров в мире. Наряду с Джеки Чаном почетные Оскары получили американский режиссер-документалист Фредерик Уайсман, американский кастинг-директор Линн Сталмастер, а также британская женщина-монтажер Энни Коуз. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!